Особое мнение на 101FM На региональном уровне Плюсом к федеральной индексации Уже сообщено о том, что На 10% медикам, сотрудникам Учреждения культуры и соцработникам Будет с февраля проиндексировано Заработное В феврале уже выплатен Ну и на 11% Педагогическим работникам Позитивная новость Более чем позитивная Единственное, что Хотелось бы, чтобы Эти повышения заработной платы ощутили Работники бюджетной сферы И врачи, и культура И самая главная учителя Раз в год учителя, и наставник Чтобы у нас опять не попало Не возникла ситуация, когда Вроде повышение объявляется А потом На бумаге, что называется, есть Возникает ситуация, что зарплату увеличили А уменьшили премии В результате, по большому счету, ничего Верхнее произошло Поэтому пока первоначально Считаем эту новость позитивной Но надеюсь, так же она и воплотится Одновременно в конце прошлой недели Новость появилась о том Насколько у нас подорожало все в области Официальные данные Кировстата И вот эта индексация Она, собственно, съест Собственно, получается Это увеличение цен, рост цен Ну, опять же, там Это данные Роскомстата То есть, как бы Мы понимаем, что по факту Наверное, все-таки Цифры еще выше По повышению Все реальное Реальное повышение цен Конечно, ну, все же в магазинах ходят Ну, да, безусловно Все же представляют Поэтому, ну, будем считать это Попыткой догнать Рост цен И еще на сегодняшнем совещании Было внимание уделено Развитию туризма Губернатор Александр Соколов Высказал инициативу о том Чтобы в регионе Развивать, строить Сеть гостиниц Да? Правильно все? Якобы Будет Будут заниматься поиском инвестора Гостиницы, по мнению Александра Валентиновича Не должны быть там Супер-супер-бюджетными В районе четырех звезд Плюс увеличение числа Туристических баз Звучала вся эта информация Да, вокруг Кирова Это какой-то новый Выход на новый уровень Развития туризма На ваш взгляд У нас в регионе Ну, я думаю, что С учетом того, что мы сейчас Там много времени уделяем Вопросам, связанным с подготовкой И юбилея То тема туризма, она Об этом мы сегодня тоже будем подробно говорить Уже начинаем Да, она у нас В любом случае Выплывает в одной из приоритетных разговоров Поэтому То, что мы начинаем Разговор с инфраструктурой Это на самом деле Правильно Потому что Долгие годы Мы говорили И вот Даже там сейчас Часто сталкиваешься с позицией Когда говорят О развитии туризма Именно с момента того Что посмотреть А как бы вот Лично моя позиция Да, то есть Я много путешествую По стране Там с семьей И могу сказать Что первый вопрос Который собственно для меня Актуально На остановлюсь Я здесь что-то посмотреть Или нет Это вопрос Где жить И где поесть Да, потому что Вот Мест красивых У нас очень много Где можно эмоции Прийти Переварить Хорошо Отдохнуть С сервисом У нас проблемы И поэтому На мой взгляд Вот это такой Некий разворот В сторону того Что туризм Это Не только объекты Но и инфраструктура Это гостиницы Отели Это Система информационного Сопровождения Это Там гостеприимный Бизнес Который готов Предложить Не знаю Какие-то отдельные Сувенирку И так далее Вот этот разговор Его наверное Надо начинать уже Очень активно прокачивать И Тот же пример Который сегодня На планерке Приводился По поводу Налинска То есть Давно об этом говорили Налинск Город уникальный Буквально выходные Губернатор посетил Это очень Город С богатой Такой историей Это исторический город Это город В котором много чего Есть посмотреть Начиная там От Просто прогулок По улице И заканчивая Подземными ходами Которые там есть Заканчивая Историей Того что там У нас родились Там и Молотов Там родились И Много других Известных людей Историческая составляющая Серьезная И там Да Там Один из последних Примеров Это вот этот Горнолыжный склон Вот То есть Еще вот Сколько лет Наверное Десять назад Когда Мы разговаривали О том что Его надо раскручивать Многие Предприниматели В этой сфере Да Там говорят Да ну Какой на линз Какой там Горнолыжка Есть Суна Есть там Белохланица А те кто там Побогаче Они уедут в Казань В Москву Там будут кататься Ну там вот Сегодня это Потихонечку Это наверное Плюс большой Нужно говорить Району Городу Они эту тему Потихонечку Двигали Двигали И сегодня Ну вот Есть уже Готовый продукт Который сейчас Надо как бы Обрасти Действительной Инфраструктурой Потому что Справедливости ради И об этом тоже Там давно мы Из главой района Говорили Проблема Где разместиться Проблема Где поесть Для Наринска Она остается актуальной Тут настораживает нюанс Все-таки На приличном удалении От областного центра Наринск Находится 120 километров Порядок У нас Горнолыжники ездят В Казань Чтобы покататься Ну как бы 130 километров Или 440 Есть разница Суна собственно Она тут тоже Недалеко Ну с точки Если учитывать Что сертифицирован У нас только Наринск Наринская трасса То как бы Если будут появляться А я думаю Должны появляться Предложения В той же Суне Потому что Суна Действительно Какое-то время Там были на Ведущих позициях С точки зрения Вот именно Этой услуги Горнолыжного склона Ну вот похоже Как бы Несколько расслабились Что пропустили Инициативу перехватили Да инициативу Соседей перехватили Соседей 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 район Да А что подразумевается Под словом инвестор Я как-то сомневаюсь Чтобы внутри региона Можно было найти Желающего Прям так Размахнуться И строить прям Сеть Турбас Гостиниц Может зайти Какой-то сторонний Ну Речь ведь не идет О том Что это обязательно Должен быть кирызский Нам нужно привлекать И у нас Давайте вспомним Белохолуницкий Пример Глинфилда Где Собственно Частный инвестор Построил базу Построил Горнолыжный склон И как бы Если не Если бы не Вся эта ситуация Вокруг завода То возможно Как бы Эта база И сегодня продолжала Существовать Да Нужно привлекать Инвесторов Опять же У нас Хороший Для этого Есть повод В виде Предстоящего Юбилея У нас Хороший Есть повод В виде того Что уже Как бы Объектов Где можно было бы Куда бы Можно было бы Опереться С точки зрения Строительства Вся эта сеть Она уже есть Потому что На самом деле И соглашусь С Александром Валентиновичем Да Там Выехать С семьей На 2-3 дня Ну Как бы В выходных Ну Это проблематично Ну Я бы не сказал Что прям у нас Вообще С этим Проблема Большая Что негде Остановиться Негде Переночевать Если зайти на тот же Сайт нашего Центра развития Туризма Туристко-информационного Центра Там прям Список Можно найти По каждому району Где Какое заведение Существует В том числе Гостиницы Кафе То есть у нас База-то уже есть Володь Я по области Много езжу То есть там То есть на самом деле Не все так радужно Как зафиксировано На этом ресурсе Да Это вот Как в одном из районов До сих пор Каждый раз Вспоминаю И улыбаюсь Я жил в гостинице В райцентре Ну Не буду называть район Но поверьте Очень Очень невеселый район Да В райцентре Я жил В номере люкс Гостиницы В номере люкс За полторы тысячи рублей Что собственно Сопоставимо В крупных областных центрах Да Ну По стоимости Люкс У него категория была люкс То есть это даже там Не бизнес Это там Не повышенный комфорт Это люкс То есть все удобства В номере Там и так далее Был вай-фай Была маленькая кухонка Да То есть Все отдельный вход Вот Ну Люкс за полторы тысячи рублей Вот Поэтому как бы Наверное Ждем инвесторов Которые сейчас Наверное Могут появиться Ну видимо Серьезные преференции Нужно предоставлять Да В этом случае Какую-то систему льгот Каких-то Таких Пряников Что называется Предусматривать Я думаю Что этот разговор Должен быть конкретный Да То есть По крайней мере Там Если речь идет Предположим О вариантах Там Каких-то льготных кредитов Помощи В льготном кредитовании То Там область С удовольствием Пойдет на эти вещи Плюс ко всему Знаю Там Сейчас Речь идет о том Что мы Там Правительство Собирается Приобрести некий продукт Который позволяет Отслеживать Вообще Движение людей В том числе Туристов По территории Включая Где они размещаются Что они посещают Куда и сколько денег Тратят Это я думаю Для бизнеса Тоже очень хороший Такой ресурс Для того Чтобы понимать Где куда Там можно развиваться То есть Некая информационная система Которая нужно будет Подключиться Чтобы фиксировать Эти под руки Если у нас там Пользуется Бересняцкий водопад Там популярность И эта популярность Растет Почему там Уже не появится Каким-то Объектом Связанным С туризмом То есть Чуть-чуть его Начинать благоустраивать Чуть-чуть Его начинать Продвигать Я думаю Что А если дать задание Местным районным властям Сделать какой-то отчет Вот сколько к вам Людей приехало Где они были Что они делали Отчитайтесь пожалуйста Наверняка Это отчетность есть Как в каком-то Нет Вообще нет Ну а как бы Откуда она у них Возьмется По большому счету То есть Мы же понимаем Вообще этого направления Работы нет У муниципалитет Подсчитываться Отслеживать Она очень сложная Но это точно Не функционал Муниципалитета Заниматься там Отчетом Сколько туристов Приехало Сколько уехало Куда они съездили Ну потому что Как бы там Ей точно с этим Не справиться Это раз Во-вторых Они пока не видят И не понимают Связь между Вот этой динамикой Приезжающих С развитием Бюджета Своего территории То есть Это тоже Останавливает Потому что Люди там Пошли Купили в магазине Какую-нибудь еду Деньги получил Частный предприниматель Частный предприниматель Заплатил налоги Когда эти налоги Еще ведутся Долгая цепочка Мотивации на то Чтобы собирать Эту информацию Объективно Нет Там необъективная Информация Не нужна Потому что Как бы Ну там Мы кого пытаемся Обмануть То есть Сами себя Вот А С учетом того Что опять же В рамках юбилея У нас заявлены Очень высокие показатели По Туристам Которые должны Там Миллион За два года За два года Да Ну вот То как бы Там Там В Москве Тоже не особо потерпят Там Каких-то Высосанных Придуманных цифр Потому что И Москва Вкладывает деньги В наш юбилей Да То есть И как бы Вот Отсюда встает вопрос О том Что там Нам нужны Объективные данные Тут еще идея Озвучивалась О том Чтобы привлекать Неких тревел Блогеров Чтобы они Красиво написали Рассказали Показали Что есть у нас В кировской власти По-моему это было ведь Уже несколько лет назад Никита Юрьевич возил их Приглашали И так далее Но как бы Мне кажется Что там Долгосрочного эффекта От этого не получилось Ну да Вот разовый эффект Какой-то получился Да Приехали Написали Подзабылось И все То есть Вот как бы Особо может быть Там Я не вижу Перспективу этой идеи Там А вот как бы Пытаться Каким-то образом Менять лучшую сторону На стороне Самих жителей Вот это Это может быть Как раз и важно Менять настроение Самих жителей Быть более открытыми Да Радушными Гостеприимными Да И рассказывать о городе Не только там С точки зрения Какого-то личного опыта Или там Предположим Каких-то Скандальных новостей Как это часто бывает Когда ты приезжаешь В любую территорию И говоришь Ну что в вашем городе Интересно А вот тут вот Этот дом вчера сгорел Или там очередного Чиновника посадили Да Вот тут вот Жил чиновник там И так далее То есть И начинается там Поток негатива Об этом городе Вот это там Менять на то Чтоб там Человек был готов Взять своего гостя Искать И пойдем мы с тобой Прогуляемся Не знаю По пешеходной Спаской И выйдем на набережную Чем интересно А вот тем интересно Вот эти тут Такие-то исторические дома Там Сегодня вот Предприниматели Восстановили там Вот часть пешеходной Спаской Да Там Батюшка построил Восстановил там Казанский храм На Спаский собор На свои Там На привлеченные средства Да И так далее Да То есть Вот как бы вот на этом построить Это было бы интересно Практическая Такая плоскость Яркая Вот прям Насыщенная Она когда планируется Ну вот Объявлено о том Что неплохо бы инвесторов Да К нам привлекать Если не сумеем привлечь Ну не сумели Не сумели Не сумели Или все-таки Конкретные результаты работы Они должны быть Ну смотрите В этом году Как бы Мы Есть четкое понимание Да То есть Есть оргкомитет У оргкомитета Есть план Мы четко понимаем Что по большому счету 23 год Это год Инфраструктурных проектов Потому что Там Сам юбилейный 24 Уже как бы Ну Будет дико Если там будут ремонты Проходить Строительство И так далее То есть 24 год Это такой Наверное В большей мере Будет событийный год А 23 Это год Как раз Вот Для различных Инженерных Инфраструктурных Проектов Поэтому Все что касается Предположим С развитием города Вот это там То что сейчас Форсируется И уже там 1 февраля Планируется Очередное заседание Оргкомитета Я знаю что Есть предложение Уже от бизнеса На включение мероприятий В план Да То есть Они уже готовы Бизнес Событийка Да уже Какая-то конкретная Ну не только событийка В частности Ну вот этот проект Пешеходный Спаска Это как бы Не только событийка Вот Это серьезно планируется Да Обсудить Рассмотреть Да То есть Это не только Там план Мероприятий Наших министерств А вот уже Как бы В плане Начинают появляться И проекты Там непосредственно Бизнес Да то есть Вот А если говорить В целом Об области Ну вот Была обозначена Концепция Точнее не концепция Была обозначена То что Сейчас Министерство Спорта и туризма Начинает Разработку Стратегии Развития туризма В Кировской области Ну то есть Это вот все В рамках Вот этой деятельности Да Соответственно Я думаю что Вот как раз Тоже с этого пойдет И вот Знаю ребят Которые занимаются Как раз Туристическим кластером Они как бы Очень ждут Вот это появление Этого документа Потому что Это не просто документ Это возможность Это возможность В том числе Это одно из условий Которые выставляет Федерация Для участия В федеральных программ По развитию туризма Что должна быть Собственная стратегия У нас К сожалению Мы выпадали Из всех программ Где Потому что Первый был момент У нас Не было стратегии Сейчас стратегия Появится Соответственно Как бы У нас есть возможность Вклиниваться В федеральные программы И привлекать Под это Несмотря на то Что мы уже долгие годы Говорим о том Что туризм нужно развивать Как можно активнее В Кировской области У нас даже стратегии не было У нас даже Каких-то хотелок прописанных Не было По большому счету Да По большому счету Да Потому что Еще раз говорю Вот это Взгляд на туризм Именно с позиции того Что это бизнес Да То есть Без бизнеса Туризм Это культура Да То есть Это вот просто Это музеи Это вот как бы Там соборы Какие-то Памятники Знаковые места Это просто культура Туризмом он становится Когда там В нем появляется Вот именно такая Бизнес составляющая Бюджетное обоснование Да Которая Которая превращает Вот Вот это все В некую услугу Где Человек получает Не только там Эстетическое удовольствие От того что он посмотрел Храм Да там Но и получает Какой-то комплекс Дополнительных услуг Связанных с проживанием Питанием Памятью И Приятными эмоциями Ну база-то есть Я думаю Люди опытные Тоже имеются Все-таки у нас Свой туристко-рекреационный Кластер даже существует Да В регионе Успешные предприятия Которые занимаются 42 или 42 по-моему Туристические предприятия Входят в этот кластер Я смотрю тут По новостям И вы тоже писали У себя в соцсети В выходные была Очередная стратегическая сессия Да и молодежь На базе Вятского госуниверситета Высказывал свои предложения Государственного агротехнологического университета Это действительно была такая секция Молодежной стратегической сессии Которую проводил Министерство по делам молодежи Совместно с Советом по молодежи Приоркомитета То есть мы действительно попробовали Собрать молодых людей Для того, чтобы Просто они нам сформулировали Хотелки с точки зрения молодежи То есть Не нарезать задачи о том Что давайте мы там заново Отремонтируем вот это А сказать собственно А молодежь что от этого получит Почему это должно быть важно Почему это должно быть интересно И поэтому мы Там очень много времени Тратили на то Что вот как говорится Опускали эти идеи С точки зрения того Что ребят Молодежь 650 Молодежь 650 Не надо нам Проектов по изменению мира Не надо нарезать задания Там правительству О том что давайте мы там Вот это сделаем Это как бы Давайте приземлимся Да А вот давайте поговорим И Ну могу сказать Что из наверное Скольки Одиннадцати Двенадцати Представленных идей Которые были по итогам Сформулированы Ну три-четыре Заслуживают внимания Да Лучший признан Наши коллеги пишут Молодежный бульвар Проект называется Он подразумевает Благоустройство кварталов Октябрьского проспекта По разным тематическим блокам Наука История Романтика Звучали такие идеи Я и там говорил Еще раз говорю Он не лучше То есть уйти от слова Лучше В сторону разговора о том Что наибольше заинтересовало Может быть Да там Он не лучше Потому что как бы Ну Перестроить бульвар Октябрьского проспекта От Профсоюзной До Воровского получается До Сельхоза То есть Ну как бы Мы понимаем Что это проект Не 23-го То есть Даже как бы К юбилею По большому счету Там даже Ничего не начать сделать Да Потому что Нужно Это большой объем Но меня-то В этой связи Он заинтересовал Именно с тем Что Ребята предлагают Вот делать кварталы С нацеленностью На какие-то Молодежные интересы Да То есть квартал песен Квартал стихов Квартал науки Квартал там Художников И так далее Да То есть Вот я помню Аллея блогеров У нас там Помните Вот она тоже Там где-то есть Где-то знак Еще стоит Вот Поэтому Сама по себе Идея Как перспективная Интересная Да Сказать что она лучше Я могу сказать Что для меня Самой лучшей Была идея Которую предложил Молодой человек Он ее увидел В Калининграде Называется Селфи с Кантом Там называется Ну Кант Родина собственно Философа знаменит Вот Где на улице Просто стоит Большой экран Да То есть К нему подходишь Нажимаешь клавишу Там Изображение сидит Кант Читает книгу Нажимаешь клавишу Кант к тебе оборачивается Подходит Представляется Говорит Вот А не хочешь ли Сделать со мной селфи И дальше И дальше сам достает телефон Кант Стояли Экспертами За правильный ответ За правильный ответ Об истории города Не знаю Предположим Грин говорит Знаете Как называется Мое самое известное произведение Человек правильно отвечает Он говорит Ну давайте Теперь селфи со мной Интерактив Да То есть как бы Она очень проста Она очень понятна Она реалистична Она самоокупаема Поэтому там Говорить о том Что лучше Что хуже Я точно не решусь Молодежь только накидывает Идеи Или вы попросили Все-таки Что-то конкретный План Концепцию Разработать Ну а по итогам Вот этого заседания Все идеи Среди экспертов Были представители Как Городской администрации Оргкомитета Бизнеса Все Каждая идея Получила свой совет Вот эту идею Давайте попробуем Доработать на Молодежные конкурсы Под эгидой Иволги Да там Росмолодежь Вот эту идею Давайте попробуем Доработать на Грантовый конкурс Город добрых соседей Который в городе Эта идея Мы готовы Попробовать Посмотреть на предмет Того Чтобы вынести ее В дирекцию 650 Чтобы Как бы Включить В план мероприятия То есть По каждой идее Были даны Конкретные рекомендации Что дальше С этой идеей Можно сделать Как ее докручивать Как ее развивать Соответственно Там под каждое Из этих направлений С экспертов Были люди Которые там Готовы Дальше с этими Идеями работают Это не единственный Опыт общения с молодежью Будут еще встречи Ну я надеюсь Потому что Вот этот Общественный совет По работе с молодежью Приоркомитете Который возглавляет Андрей Олегович Березин Ну вот Из-за его В том числе Такой активной Неравнодушной позиции Он действительно Заинтересован в том Чтобы много Общаться с молодежью На предмет Вот этого разговора Плюс ко всему Если мы все-таки Говорим о том Что у нас 24-й год Все-таки Больше будет Событийный То соответственно Я думаю что Общение будет больше Еще больше Работы много Тут конечно предстоит Упомянули О конкурсе Общественных инициатив Город добрых соседей Вот у нас буквально Полторы минуты Остается до рекламы Давайте напомним В чем суть 10 января Стартовал Мы о нем Неоднократно говорили Ранее уже Вы там написали Что некая критика Уже есть Этого конкурса Ну как бы Критика она Всегда появляется Да То есть При том что Очень часто Эта критика Собственно Просто связана С тем что Инициатива Кто инициатор Да То есть там Инициатором Выступает Городская администрация Соответственно Уровень какой-то Есть люди Которые Не доверяют И поэтому Они изначально Начинают критиковать Все что Там предлагается Даже не читая документы Вот Это уникальный конкурс Уникальный тем Что Он Имеет максимальную Прозрачность Максимальную Открытость Максимальную Доступность Любой Желающий То есть вот Даже сейчас Лозунг Который Собственно Хочется там Применить Это лозунг Если ты знаешь Как улучшить город Вот Предложи Действуй Озвучь Да То есть это как раз Для всех критиков Которые говорят А вот это так Это вы неправильно Делаете Это вот Все там Вот как бы Возможно для того Чтобы собственно Сделать то Что позволит Улучшить город Мы продолжим Да Подошло время Небольшой рекламной Паузы Я напоминаю Что мы общаемся С советником Губернатора Кировской области Михаилом Курашиным Скоро вернемся Особое мнение На 101FM Советник губернатора Кировской области Михаил Курашин Мой собеседник Давайте продолжим Про конкурс Общественных инициатив Город добрых соседей Приуроченных 650-летию Областного центра 10 января Он стартовал В ближайшее время Пройдет обучение Да Буквально На базе центров Местной активности Через неделю Нет Не на центрах Местной активности А в территориальных управлениях То есть Будут в каждом районе Организованы Непосредственно уже Семинары Куда Соответственно Приглашаем всех Кто Хочет принять участие В этом конкурсе Где собственно Будем еще раз Все подробно Проходить Все этапы Все объяснять На все вопросы Отвечать По форме заявок Можно с чем-то Его там сопоставить С другими конкурсами По ПМИ Или что-то еще Насколько сложно Будет это все Оформить Самое сложное Было Сломать Саму государственную Систему На то Что это должен быть Максимально простой Комп Но вы говорили об этом Хотелось бы За основу формы заявки Ну Кто-то может знает Принимал участие Мы взяли Заявку Которую По которой проходил В прошлом году Конкурс Под эгидой депутата Азимова Наш город Майкиров Да То есть Это Вот На моем Опыте Да Там Самая простейшая Форма заявки Да То есть Здесь Нет Мы постарались Убрать Все Возможные Бюрократические Формальные Вот эти критерии То есть Даже Как я говорю Там Что бабушка Из Там Частного дома На улице Не знаю какой Да Там Пришла к своим соседкам И они могли Спокойно Эту заявку Заполнить Вот Она должна быть Такого уровня Без привлечения Да Специалистов Да Потому что Чтобы опять же Не было никаких Разговоров Наша задача Создать возможность Для всех Да То есть Ну Единственное Что наверное У нас остается Критерий Это совершеннолетие Вот Хотя как бы Мне сейчас Проанализировать Положение Ну Нигде Как бы Я такого Такого Ограничения Тоже не видел Поэтому как бы Это конкурс Для всех Да Все кто Мне звонят Я знаю Звонили И В администрацию Города Сослали Ну что Это там Все уже Распределено Все куплено Я официально Заявляю Абсолютно Прозрачно Абсолютно Честный Чистый Конкурс Скажу Скажу Больше Что Для Экспертизы Будут Привлечены Эксперты Даже Из других Регионов Чтобы обеспечить Вот Как бы Полную Независимость Вот А в составе Координационного Совета Который потом Будет уже На основе Экспертных Оценок Там Определять Победителей Чиновников Ну Я не знаю Только представитель Организационного Управления Городской администрации Как организатора Данного Конкурса То есть Это все Представители Там Общественного Сектора То есть Предприниматели Общественники Депутаты То есть Члены Оргкомитета Регионального То есть И здесь Мы тоже Пошли по пути Того Что Это конкурс Общественных Инициатив И принимать Решение Нужно все-таки Исходя из Цели Создать Возможность Реализоваться А не цели Там Золотать дыры Предположим Там Города Или области В каких-то Вопросах Благоустройства Ну давайте Напомним Ради чего Собственно Могут Участники За что Вернее Могут Побороться Это на Проведение Мероприятия До 350 Тисич Грант Да То есть Направление События До 350 Направление Благоустройства Общественных Пространств До 650 Мы Ставим Минимальную Планку Что Будет Определено Не менее 50 Победителей По каждой Из этих Номинаций Ну и Общий Грантовый Фонд 50 Миллионов Ну и С вами Как с человеком Давно И плотно Занимающегося Поддержкой Некоммерческих Организаций Хотелось бы Поговорить О региональном Грантовом Конкурсе Который Состоится В этом году В нашей области Уже известно О том Что федерация Нам поможет Деньгами 15 миллионов Плюсом К 15 миллионам Который Выделил Бюджет Кировской области Тут давайте Основные черты Основные моменты Напомним Ну Значит Это Конкурс Который Был Года назад В том числе По Инициативе Общественников Которые На встрече Еще с тогда Губернатором Василием Неоднократно Практически Весь период Говорили о том Что нам Необходимо Возродить Этот конкурс Мы его Возродили На следующий год Фонд президентских Грантов Предложил Программу Софинансирования 50 на 50 Но 50 При условии Выполнения Показателей Вот И в результате У нас каждый год Сейчас Размер Грантового Фонда Растет Буквально На прошлой неделе Мы встречались Представители Общественности И Представители Министерства Внутренней политики Как организатора Конкурса По обсуждению Порядка О том Что Какие можно Ввести Новшества Что можно Попробовать Докрутить В механизме Проведения Конкурса Чтобы он Стал еще Более Привлекательным И интересным Ну Я надеюсь Что там Те предложения Которые Мы внесли Они Там будут Поддержаны В частности Мы предложили И увеличить Размер Гранта И ввести Еще одну Номинацию Убрать Несколько Таких Непонятных Бюрократических Моментов Возможно Добавить Номинацию Связанную С Опять же Празднанием Города Потому что Мы понимаем Что это будут Проекты В этот период Ну да Одна из ключевых Таких тем То есть Сейчас Как раз Этот порядок Утверждается И В марте Он будет Представлен Фонду Президентских Грантов На основании Это будет Заключено Соглашение И соответственно Дальше мы будем Уже проводить По этим Конкурс Пользуется Популярностью Не случайно Что предположим В этом году Было С области 69 заявок Ну и вот Сегодня Буквально Через час Состоится Награждение Победителей Конкурса Прошлого года И Александр Валентинович Как раз Будет встречаться С победителями Прошлого областного Конкурса Где собственно Будут В том числе Рассказываться Что это за проект Ранее участники Регионального Грантового Конкурса В частности Ну не то чтобы Жаловались Но вот отмечали Что сложно Очень подавать Заявки Многие считают Что на федеральный Уровень проще Заявиться Вы с этим согласны Вот ваша коллега Например Наталья Шитько Тут говорила Она у нас На прошлой неделе У нас большой эфир Вот вопрос По президентским Грантам Боятся люди Просто боятся Заявляться Думая что Они наткнутся На какие-то Препятствия Непреодолимые Согласен Что есть И я считаю Что это Как раз Процесс Ну просто Неотлаженности Механизма Да то есть И там Этот диалог С правительством Мы С министерством Внутренней политики Мы ведем Там на протяжении Всего периода Всех трех лет Данного конкурса Внося свои Предложения Внося свои Какие-то Корректировки Как Однажды Сказал Один мой Знакомый Эксперт Которого я пригласил На одно Наше мероприятие Он говорит Я поражаюсь Потому что Диалог у вас С министерством Идет Не так Как в других Регионах Что такого Ну у вас Стоят общественники Говорят Что если вы Не сделаете Все проще Мы не будем Участвовать В этом конкурсе И вообще Нам такой конкурс Не нужен Я вообще в шоке Потому что Обычная ситуация Обратная Что Это как благо Идет Тут общественники Активно выступают И активно спорят Новый состав Министерства Готов Слушать Да То есть И вот Подтверждением Как раз То что Эта встреча Обозначена Обозначенная Встреча Прошла у нас Я думаю Что это Не последняя Встреча Да Есть Но это Бюджетные Деньги Потому что Здесь есть Свои нюансы Да Да Действительно Многие Моменты На том же Фонде Президентских Грантов Когда учатся В их конкурсах Там Ну Проще Проходятся Но опять же Я верю В то Что мы сможем Ну скажем так Подкрутить Необходимые гаечки Чтобы и наша система Тоже работала Ведь в конце концов По конкурсу Добрых соседей Нам удалось Как бы В рамках Города Кирова Да С полминутки у нас В рамках города Кирова Нам удалось Собственно Сделать такой конкурс Почему мы не можем Его сделать в области Ну я думаю Это вопрос времени Слушайте Как много конкурсов Да Конкурсов Стоит только Очень много И заинтересоваться Могу сказать Что с 1 февраля Стартует конкурс Президентских грантов Конкурс Фонда культурных инициатив Весной будет объявлен Областной конкурс Продолжается прием заявок На конкурс Добрых соседей Приглашаю всех Просто участвовать В этом Спасибо На этом мы завершаем Сегодняшнюю беседу С советником Губернатора Кировской области Михаилом Курашиным Наша встреча Очередная Не за горами Думаю Удачи всем В работе Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM